всем привет у меня тут пылочка самодельно сделано на основе штилля 180 китайского штилля 180 и циками тут выхлопна стоит интересно бачите такая штука интересная тут а крышка трохи выше сделано расскажу пиздец чего выхлопна точно бачите неридно тут еще штука телепается вечно телепается двигатель надо и короче одервать или приклепать в общем меня редко в общем чем проблема проблема в том что у нас колы пылку заводит сейчас раз два почти дело пошло два не вот так вот бачите пив дня надо шопе завести так сейчас секунду промустюсь я давай 3 5 в общем не просто супер топора клопот блин а что что такая но если вы заметили тут компрессия такая дай бога не все батя все на том что закончилось а проблема в чем в основном работа вот таком режиме вот так вот принципе работа и поднимаешь не работы то есть пускаешь работа и так работа работа и поднимаешь не работа и пока не хорошо не прогреется уже почти прогрелась я бачила уже начала уже газовать но все равно не те в общем девица какая штука мы тут вот девица как мы тут файный цилиндр 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 девица який а цилиндр еще целый как на мотоцикле прям а цилиндр великий высокий вин диаметром 40 одно кольцовый поршень стоит то есть получается пылка хлама мотоцикле ну я пылку короче всю вы меня можно так сказать в одного человека за 400 рублей она короче поламана была хлам ну думаю мне заради самого корпуса и заради стартера старт я кажу че тут тоже уже гамняный оказался по факту короче какая цена такая стена в общем надо еще вировочку трохи укоротить вировка дуже длинна старт я до кинца еще не заматаю не хватает пружины силы может домотать надо будет вировку десь сантиметр хотя бы на 10 укоротить и будет шикарно в общем ничего тут живого не мая в общем решили сделать с ней зверья а зверья сделали для того чтобы идти в посадку и пилять дровишка чтобы меня как поймали я пилочку отдал и не жалко было так дивиться я тут шпильки короче обрезал короче шпильки немає вирезал посадочное место под карбюратор тепер у меня тут карбюратор так сейчас тягу уберу на закритие воздуха во 9 а 100 бензинчик надо открыть чтобы не тик в общем дивиться получается какая ситуация у меня теперь у меня карбюратор вот этот что стоит на этой пилочке практически не работает то есть ну он работает но не выполняет свои функции так то есть остатки вот тут видите не хватает штучки заглушки то есть это не оригинальный карбюратор как вы поняли ну китайский стиль и китайский карбюратор вместе с теми что хотя то написано на низу как и на оригинальном наверное уже пилочек поменял в общем не это главное главное то что у нас цилиндр тут нередный короче тут все нередно кроме самого пластика ну дивиться тут я переделал вирезал саме крепление карбюратора поставил переходник между карбюратором и цилиндром теперь по другому они все крутятся и перекручиваются через прокладочку то есть карбюратор вжимается самими болтами а не гайками то есть что выкручивать на шпильки ну короче это не главное главное то что объем чем маленький а карбюратор стоять 38 диаметром поручневой то есть не хватка топлива получается надо ставить мощнейший так мы вот сейчас будем ставить сам из этого карбюратора мощнейший карбюратор а что поставить и заэкономить деньги что нам надо правильно переделать карбюратор то есть сам мы понимаете карбюратор оригинально стоять хорошие бабки китайские робить не будет ну и китайский том дело именно то что для 180 то есть он неадекватный то что не хватает топлива дивиться ось в оригинальном есть заглушечка черна бывает белая там ну по-разному вот не в оригинальном бачите нема такого и еще в основном в оригинальных 99 процентов вот тут а бачите два жеклерчика стоит бува сейчас уже китайский карбюратор и что у сей жеклерчик скручивается то есть карбюратор на вид идентичный как оригинальный практически на все 99 процентов но он не оригинальный пацана его ну вообще смешно нам такая пацан необычно китайского но основном два признака что это оригинальный все все же клюр то что вы круче и цен и вот тут заглушечка стоит ну бывает и ну кажучи на поделках то все это самое идентично сделано как в оригинальном таки просто он не работает ну и шо вы сами понимаете ось так даемся наши китайский что нам для цього надо для цього нам надо чтобы переделать и таки от карбюратор да правильно вот такие вот китайский карбюратор с китайской бензопилы то есть пикать ну ты меня просто карбюратор пикать другого просто не было адекватного c58 годлака оригинального в общем шоуна для того чтобы поставить карбюратор начало я почищу так все почистил карбюратор щёточкой смахнул теперь более-менее читай еще конечно целая куча в каждом карбюраторе отличий но самое главное отличие девица моего карбюратора что я именно так и взял бачите болты вот тут болтики коротенькие низенькие тут болты длиннее то есть ну это ну не страшно просто можно ци болты распилять если взять и так например можно со старта даже не раскручу я ничего просто вирівнять ци болты поставить в одной плоскости что стояли и пилкой по металлу взять распилять сразу практически до самого основания до самого пружины до самого а потом взять точить или спилять кому-як попроще чи на наждаку чи на чём там ну разницы немае ну просто мне чтобы не париться в общем я взял уже карбюратор в мене просто був такий карбюратор з короткими болтами взял короче его и будем на нём проводить эксперимент яка ну не эксперимент я уже так я робил в общем трубку заглушить трубку заглушить можно разные трубки вот бачите трубка тут иди товща тут иди тоньше вот товщие трубки я заглушаю обычными почивниками велосипеда з грульовой колонки можно так сказать что на рулю стоять запыхается самести трубка плотно и на фиксатор приклеивается почивник и и все там уже ничего не сопли не пропускает или же можно взять запаять кто запаять эту трубочку кто надевает заглушку другую трубочку я ж короче просто зажму и так вот позажимаю и разверну в другую сторону то есть чтобы не мешало нам ты вдруг не получится на стилю ну то есть на моем самодельном не потянут карбюратора або робить трохи перестанет я просто его тогда перероблю ну и самый главный козырь вот он заснул и это клапан вот в общем в карбюраторе стоит клапан клапан это влияет реально на заводку то есть этим клапаном он запала легче завод на то что легче лучше заводится в общем и бува есть клапан бува немая проверим досконечку раб нажимаете нажимаете все збираем назад самое главное когда вы разбираете затягивать хорошо болты назад дадите бо часто приносить короче я почистил я помил а в итоге кинуться все болты подкручу ничего не работает то что все пропускает все так как крутим верхнюю крышечку и смотрим что там творится так сейчас мы крутим так что у нас тут все сухое сухенькое с того карбюратор там не с того то короче года три наверно валяется без дела думаю надо запустить проект поделиться что тут получается так сейчас мы поприлипало так мембрану ходу прокладка наверно не пойдет не хочет прилипла так то что таки давай 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 их не в общем очищать чистить не буду но тут надо сверлить для отверстия то есть надо будет просверлить дырку крышки чтобы получилось вот такая вот якусь тут бачите тут бачите есть дырочка отверстия это я уже сверлим там вот таких крышек чемало из заготовок а потом ты усик вытягиваем ставим подшипник самместо усика получается нас тут стоит подшипник и на фиксации резьбы то есть есть тема эту крышечка такая сама бишь стиль и шайкась светлыша могу свежишь уже был тоже зафиксировал и фиксатором резьбы подшипник что вы не делаете вин хотя так надо чтоб плотно сидал подшипник если подшипник ныряет туда легкую нить это не фиксировать или рассверлить отверстие взять лишний подшипник так мембранка туда так что мы тут приступаем сейчас у меня в прокладочку уплотнительную порвали так ось похоже как есть хотя трохи не такая ну нехай валяется короче попробуем разберемся в общем что нам еще может понадобиться нам может понадобиться надфиль или напильник ну короче надфиль в общем надфиль для того чтобы бывает вот тут не совпадает короче заслонка приходится распиливать саму заслонку то есть ну это бывает попадает а бывает не попадает но основном все нормально но иногда ну бывало такими такими случаях уже не раз так перераблял в общем все работает достаточно неплохо в общем делится короче короче мы короче чипом чтобы надо снять штопор так стопор кстати вот тут она зафиксирует с одни стороны чтобы она не прокручивалась и с другой стороны твердочкой подковыриваем дивиться вот на цей як раз я сейчас снимаю штопор тут без штопора надо выточить трубку или какую-то шайбочку найти то что карбюратор китайской бензопилы уши и короче получается там будет зазор то есть надо устранить вот здесь вот вот я сидюю матюка я все блин чего нельзя твердку нормально чин взять подсколупь нормально а ладно короче нервы не виду что я возьму так ладно вытянули заслоночку то бар я подкрутили вытаскиваю так теперь получается как ситуация вот тут мы должны тоже как сама разобрать и все вытащить короче тем что поменять желательно болты с одного карбюратора поставить отдельно другие болты класса отдельно боблена вечно своими болтами головняк ты теряйся путаешься так закручено так бо ну если со штильовского карбюратора выкрутили болтик поклали вместе стяжкой отдельно если с китайского выкрутила до китайского то есть вы же выкрутили болты вы должны назад вернуть а не китайского дракона пнуть в китайский стиль ну в общем вы поняли или настоящий стиль кто смотрит я такая ситуация так стопор стопор так что мы топор жоба откручиваем затонку тут блин шишу на так не пошла до типошна пошла в общем шестер я не матушка своя лавить подвертку так я вернусь уже за твердками набрав целую кучу все таки не поздно какой стороны крутые так крутые 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 все чудо а сразу же возьми нормальную твердку не сидю до люстрого куча твердок ну всяких старых думаю ладно яка рада ця не могу сказать ну они уже такие уже пора довольні что блин просто нерви не хватает так вытасили я вот так заслоночка так заслоночки дивиться все нам надо с китайской все таки бензопили то есть тяги са штиля а заслонки с китайской бензопили то есть заслонки на ней надеваем так и не влаза нас теперь цей болт чтобы цей болт вставить надо нам дырку сверлить на 5 берем сверло на 5. сжимаем и будем сейчас сверлить желательно сверлить сюда снизу, чтобы мусор попадал сразу с карбюратора ну конечно ничего там не третит, что то что и немало, еще не попало под клапан инжектора ну, если вдруг попадать, то все равно, выкинь карбюратор пошли, можно так сказать 300 полей может повысти, чтобы мы его так выбиваем, вытрусим, чтобы ничего не осталось вон кстати, бачите, как раз такой инжектор, он стоит сейчас вниз, дивится если карбюратор перекинуть вверх ногами и сверлить вот так, то мусор может попасть ну, в принципе, не должно там добиться, там стоит же резиночка, не должна пропустить внутрь мусора ну а мало ли чего, лучше не экспериментировать, лучше вверх ногами его, короче, все это дело сделать чтобы ничего не попало, так, вот, видите, теперь все идеально сверлом на 5 раз сверлим, пуля то есть у нас сейчас рабочая самая основная, то что газовать то есть у нас тут вот такая штучка, теперь фиксируется, опять же, штопором так, не текай, такой маленький поробили, как они его делают дивится на него, она такая маленькая-маленькая, просто его не видно так, теперь можно подтянуть пружинку ну, вдруг будет мало, лучше, конечно, не перестараться, лучше трохи слабше, наверное, бо вдруг перестарайтесь там, тоже головняк надо опять перещелкивать пружинку хотя, разницы практически нема так, дивимся, видите, как стояла заслонка, так назад ее ставим то есть все это, чтобы перекрывало чтобы отверстие совпало с дырочкой в карбюраторе так, сейчас попробуем поправить эх, не так просто вот это отверстие то есть надо, чтобы отверстие заслонки совпало вместе с тем отверстием что в карбюраторе так, как он видит, трохи смещено короче, неудобно, я так скажу треян, треяром, там, треян ну, в общем, это не главное можно таки в конце уже, как подтягиваете потом поправить, и будет проще, в принципе самое главное, что болтик наживить трохи подкрутить и уже, как он уже наживится, подкрутится потом уже поправить заслонку так, болтик, так болтик, болтик фиксатор резьбы надо на болтик э, стати, болтик, это из китайского карбюратора не подходить, надо со штиля вот, жовтенький, вот вот сейчас перелеплю, закручивать я когда-то попробовал закручивать, так, фиксатор секундочку дырку надо пробить засох короче, я закручую так, вроде бы, нормально все пошло вроде бы закручиться идеально, крутю-крутю Брик Тяга заслонки напополам Не понял Коли продавился болт, короче, неоригинальный И он как-то на конус был Крутив-крутив, его разорвало, короче Болт, в общем, ничего хорошего не получилось Так что лучше с самого начала Ставим так, как надо Так, сейчас Теперь поправляем чуть-чуть Так, и наживляем То есть, подкручиваем, сильно затягивать Не надо Сейчас мы наживем, потом выставим, как надо Надо проверить Робот или не робот Так, ось, смотрите, клац-клац Должны поклацать, чтобы должна Заслонка плотно все везде прилягать Так, сейчас Трохе петянем Так Так Возьмусь трохи поширше Чтоб не облезало Бо мало ли чем Так На верничок, чтобы уже И все-таки Все затянул Хорошо, проверяем О, все отлично щелкает Клацается Теперь надо, что зафиксировать С другой стороны Хоть на фиксаторе резьба стоять Надо сразу взять Плоскопцами Или шипачками Чим-небудь И с одной стороны Трохе перекусить Резьбу Дивите Это делается Вот сейчас Вот так вот С одной стороны Прижимаете Чтоб Резьба Трохе Сместився Болт И за резьбою Бачите Получается Так закернил Был фиксатор Фиксатором Ну не раз встречал Что-то оригинальное Даже Карбюраторы Раскручивались И болт Завязав Цилиндр И Хана Короче Цилиндр На уханале Все равно Без брехни Так Снимаем Другой стороны Фиксатор Так Штопор 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 Такие маленькие Блин Я уже И отвертку взял Потоньше Чтобы можно На ее было Подщелкнуть Так Тепер берем Выкручив Так Давай Ого Что-то тут нехорошо Наверное Ничего хорошего не получится Так Так Йохохохо Так Что скажу Дограться Будем высверливать Сейчас будем И нонда Финаля Вроде бы все Просверлив Аж пробурлив так сейчас открою тверточку не получается еще чуть-чуть во реально пробурил перестарался ну бывает не критически так давай так оставься на случай задней стороны прикол надо его оторвать че откусить кофе чем я если так осталось надо откусить тык 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 о вырок наконец-то что-то по нам надо делать нам надо почистить карбюратор так чтоб чистенький был гоп-хоп мало ли че здесь попадетом чуть-чуть инжектор кусочков металла сверли все таки бурлив хотя сейчас все равно буду ще сверлить так вайна на выбиваем то ну все любите теньку более-менее все врать бы все чисто вроде бы ключевое слово так шо ми тепер приступаем до тяги закриття воздуха надо теперь снять ситорий фиксатор маленький блин наробило такое мало чи пробую еще познимать а еще хуже шо блин камера стоит точнее камера телефон я за не вообще ничего не бачу и зафиксировать даже не может нормальный блин напильник покласти на бумагу шоли карбюратор так не видно буде хотим яка разница так блин сейчас колено упру так колено напильником опа все фиксатор тепер откручиваем цей болт центральный так надеюсь это и откручивается хорошо и нормально идет для моя нормальная тверточка так наночая твердку друг и бишу взять а тут все сильно маленько тоненько так пашу бы надо взять допадаемся тут бачит натуре просверливать отверстия карбюраторы так как бур бренд ротаряло уже ай 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 а не да не да и я тут так как черлагоша сильно лиза ржается в резьбу налезаю так сейчас мы попробуем друг это не варить чистенько это очень хорошо так проверяем точнее вставляем опа отлично входит отлично заходит так ну не в принципе нам главное главное нам что заслонка бывает заслонка не седая зараза сейчас посмотрим так же заслонка с китайского карбюратора кольц а вона бачите не седая чуть-чуть шире походу или не шире шире да не садиться будем а подожди тут а пока миша щеплять надо подавить идущи по бокам фиксатор сейчас попробую повыграть и ей может поможет не ну вот сюда и все чудненько ну бываю иногда моменты и стыкаться таким что проходилося выпиливать заслонки сами отверстия по бокам чтобы все сил так тут фиксатора реально дофигища сейчас и чистыми поднимемся шоу нам покажет ух китайцы не жаленый фиксатор так пружинку накинем кольц где наша заслонка и ехоу повезло пилять не надо все отлично вон там не багато писали по миллиметру максимум кани стороны ну бываем так кольц кольц фиксируем вот у статьи бачите жать и на кольц на шайбе подкласти чтобы его зафиксировать чтобы не было люфта будет люфт будет ну мне все равно перший раз вклады бачите люфт и иди сейчас проверю все еще все равно у меня есть идеи с тем карбюратором что еще доделать просто проверить на неработе чине был ну реально мабуть и года два инваляется без дела то есть одноразом не заводил на нем пылку море ну и не роба оказывается в общем сейчас беру заведем проверим роба не роба а потом через ним один лайфхак с карбюратором переделка там была супер ну да ты она конечно карбюраторе к тем клапаном внутри так болтики 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 всегда кладем в однице дешки болтики уже напрягают шукаешь опять шукаешь болты ось зараза нашелся полина вообще космос попробуй их панаходит хова так не знаю что так фиксатор резьбы самое главное что под шляпку побольше резьбу можно не сильно самое главное в моменте прокосновения бо если вдруг не подъедет мені цей карбюратор до цей пылки прийти карбюратор назад перероблять и что то есть я сильно намажу резьбу я ты не зможу его вообще открутить прийти все вы сфердливаете водируете маленький цей болтик так сейчас проверим так секундочку вроде бы все нормально открывается закрывается да ну короче он не вроде бы сейчас чуть-чуть не закрывается здесь вроде бы что пройти так чуть-чуть спустим 9 так поправим прозакрыли пошевели право-лево дружного у вас там не десь не сидая все бачите трохи не сильно поправили в рыбе все отлично теперь закрываем плотно и затягиваем так затягивание тоже хорошо был вдруг открутите вам болтик и заслонка взлетит в карбюратора прям цилиндр то есть топор опять піджимаем то есть карбюратором цилиндр взлетит вам заслонка с болтиком и придет как с детства с мотором так опять взимаем чуть-чуть блин так невдобно еще не видно ничего опачки раз все нажали зажали так сейчас теперь нам пружинку натянем оба вот плитно все плитно работает блин ну видимо еще наверно рядок пить накрутю чтобы уже затяжку карбюратором просто пшик пшик и все даже раз хватило пшик представляете раз пшик ну и все ничего уже не мое так что пар протарты так мембранка так мембранку тоже протрем она два года валялась блин может этом клопы поедали нам так же слоночка наша точнее крышечка так крышечка и прокладочка у завлекался я всем делом дает это самое главное забудьте связь на карбюратором надо пробовать дыру еще в карбюраторе а то так блин я сберу успеху так зажимаем конца шерлоном шерлона нам дает двоечку и свернем отверстие в карбюраторе бачите заготовочка специально берем просто ту постерню ну вы поняли там дыш один болстить бачите тут за внизу буду тоже тверстия то есть со стороны вверху там же одним болтом уже мое тетриска а то мало ли чё со стартах и скорее тут и и внизу просверли внизу не надо сверлим сверху так выбиваем все ну тоже не валялась нам тут тут что даже если сверху не бьется то ничего страшного не мое но все равно все те что понабивается на ситочки засяде и ничего страшного не будет ну просто ситочка будет грязная я не думаю что там на критическое были должны мелкая мелкая вон в принципе пройде через карбата не хотят чтобы на иголке не застрял это самое главное так все в принципе у нас тут отлично все работой хотя ночью штуку я щепить тянули сейчас блин по натягую придется потом щетку отпускать так сейчас отщелкну снизу знизу так тире 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 вот так вот давай для яка зараза туга хова тик не такими поступками не запнешь ее ладно и сейчас вот тут сверху чепить так упираем пружинку а теперь берем тоненькая шестнаде блин останненькую тверточку и тепер берем заматуем по кругу крутим вертим так дивите от мы оттуда верно и остановим сильно далеко пкнуть не будем то есть на путь и все таки ну то есть получается грубо говоря на пів оборота я петянув тут еще то есть получается вот так вот то есть стояла оттуда пружинка и я ее в принципе развернув поставил оттуда з другой стороны ну это не критически то есть там ничего нигде не мешатиме просто пружинка будет трохи жестче нажиматься то есть газулька трохи будет така чувствительнейшая ну жестче не будем так легко сама нагроматиме принципе это не критический кому как хочет так теперь будем фиксировать точнее фиксировать глушить будем самый выход на эту пикачку на праймер так визгнем для этого оптеньки кусачки как мы называем топально и будем тут зажимать так зажимаю так зажимаем раз зажали и теперь сейчас я чуть-чуть подъезжать в другом месте было мне трохи кривовать я море десь не передали и наверное еще разочек да опа теперь получилось у нас вот так вот две ступеночки и последнюю ступеночку еще подъезжаю обычно мы такими маленьками это больше середине чтоб затянуть и продавать так нажимаем оп 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 так ну вроде бы все отлично ну хочет и можно запаять ну-ка я не буду я чем сказать даже и так бы не глушил бы сейчас развернем топор в другую сторону не все на внутрь вот здесь грамметично там не наружено там все отлично точнее грамметично там все так что тут все класяете все вертится все крутится нажимаете мабуть все таки перетягнув пружинаш покороблена вода так так сейчас мы оп 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 тик ну наверно все таки на тяну еще раз я думаю тут гирше не хуже не будет лучше откриватим а вот тут трохи сомневаюсь ну ладно там если что уже теперь играем это все дело так тут заглушили ну в принципе можно еще запаять кому хотите можете попаять паяльником ну на самом деле разницы немае других надо будет пиляется развернется опять в другую сторону и будет вся работа так верхняя кришка теперь надо ее почистить крышечку так вот здесь же просвердливое отверстие заранее чтобы я не развернули бачили я скажу у нас таки трохи тоньше было тут у меня есть грязная кришка вот тут берете и вот так вот свердлите просвердливое отверстие чтобы так вот получилось вот так вот видите ну все видно всем же да вот есть тут дырка вот вверху ставил дырку видно да есть же так вытягивать эти пептики и глушите сам из пептика подшимником подшимник надо фиксатором ну хотя бы подшимником но чтобы он плотно залазил если плотно залазить там есть фиксатор держатим но я всегда фиксирую на все это если не получается можно дырку сделать больше и больше подшимник было мало чего не мать здесь маленького можно дырку разверлить и что есть больше подшимник но только лучше осторожно боя бывало такая разверливая что и то и подшимник так вот так получилось ладно будем збирать мы все штуку так как прикладка как не так а не приму ничего вот так вот подиставать но не совпадает не поверну так точно не был бы был о стоп усика не мая должен быть усик усика не мать кускуары наверно длите вот это усик есть задней стороны все а тут немало тика здесь получается это или партнера или фикварный это поможет даже тела даже не знаю больше интересно так прокладка прокладка ищем прокладку ищем прокладку этой мусора тела куча толку мало ладно и прокладка прокладка закладка карбюратор карбюратор все выкручиваем вот закручу и думаю блин на богу старую прокладку прикрутить ну ладно короче потом мать я так ладно так крышечка наша прокладочка крышечка так вот аренд только как прокладка мощного батюшки усик ты пустанька это хороше полячки сейчас протрем как мембранка наша сейчас мембранка мы накинем мембранка на портарта шепченька была опять берем за усик вот и усик китайских бензопилах и да и усик на прокладки и на мембране сами выдачу один клапанец за паутой мы трохи сейчас приподнимем так до серединкой продавайте чтобы приброс жесткости было и ты уже за разом для репетируем чтобы одинаково было так все принципе отлично без карбюратор вот сейчас будем отправлять на карбюратор так мусор надо на газульку нажать хоп так что у нас тут перекосовочило на газульку опять надо нажать в общем проблема разбираем смотрим так по ходу перекосило было за слонки и не седало хотя плотно кришка как оси да я на усиках самих упирает опа не может раздобалось сейчас еще раз поправим так в усики бачите они так плотно влазили чтобы сам мембран не любнуло так так усиливалися мембранку трошки за слонки не попала вона клад смотрим так плотненько сидая ну не очень сидая ну сидая тепер что делаем зажимаем что я скажу блин так как рубишь все отлично уже бы все удобно все но я снимаешь на камеру блин а ты вообще космос не видно нифига крутишь вертишь как начинаешь дивляться мимо этого телефона листы и вообще телефон ничего не попадает не снимаешь так затягиваем все-таки посильнее чтобы ничего не не отпущено было баблина будет соплить опа так болтик надо проверить и болтик топа підтягиваем открывается заслонка так открыл очень болтык открутим должна закрываться заслонка так заслонка должна закрываться реально поврошен на данте бутик тут уже на краю в общем два решения пути надо або бачите закрываться все отлично або болтик підпилять конус зрезать на болтику делать коротший болтик ну конус точнее уклонить або подпилять будем наверно пилять заслонку так он надпиль все равно пригодился поляем чуть-чуть не спеша неудобно конечно пути вставать отдельную заслонку подпилять потом уже забрать уже бачу 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 финал уже почти все так сейчас перепроверяем так нажимаем крутим вверхим так ну это понятно открывать открываем так бог вареанта не других немае ну все принципе должно быть все огонь сейчас пиза крутим побольше чтобы заслонка была приоткрыта сейчас можно кинуть заводить а он заводится база сломка закрыта был бывало и такое дело так тут открывается клацается щелкается ну все принципе уже практически мы у цели в ойс наш карбюратор самопал как кажуть с китайского дракона на китайский дракон так видно пошарпанный новинка что мы эти каша делали будем устанавливать на бензопилу кажуть отечественного автопрома то есть бензопрома так дивиться вот тут надо было шайбочку подкинуть или втулочку бачите ну короче разницы практически не мая но я еще пиздеще буду разбирать переделывать там лайфхак покажу вам один таки подкладываю эту шайбочку нам просто самое главное чтобы сейчас завести попробовать что работает собираем нашего драконища чи наше дитяще не знаю честно сказать как сказать в общем делаем добро будем дрова поля так ты 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 у меня что хорошо сейчас надо разбирать тут сайте ось болтики забыл сказать вот тут бачите отверстия есть и там отверстия есть бува и не маятих отверстий вот тут на корпусе фильтра воздушного не бачите тут есть отверстия под болты так как у меня китайский друг тут уже заранее наверное что там продумали про хаване если вас не мая там надо або насверлить або кусок обрезать корпуса короче там как уже кому я хочется так то и роби так прокладочка сейчас мы будем собрать драконища ну все почти забрали мы нашего драконища так остается что ставить защелочку ты проверяем клад клад ах ядрит мадрит притяну пружину ёп лоханул за чекажу пара тянута вроде бы блина ладно понятно работа я работа клад все работы раз пусты и все блин космос в общем до стараться лучше чем перестараться так что нам надо дальше нам надо завести заводим поехали что-то пошло не так что могло пойти не так что а чего не газует че газует не газует не плюнуть что за фигня чем проблема блин че солнце свито нифига не бачу то вроде бы работала все отлично так что нас тут а не так что тут может быть не так что тут нас блин а на шо ёпп дивиться тяга класс заслонку же что-то закрывает за ней зыщепилась я не выгляну а я не видно нифига я же скажу что сонце свитое глаз тепер будем забирать назад а космос оце я уже сегодня видео не вырезаю съеману ладно короче шо пробую заводить ай оце я работа е падло так шо топора надо будет регулировать карбюратора тепер нас карбюратор настраивается можно регулировать право влево вверх вниз холостый високий заслонку регулировать все что хочешь можно регулировать так по подкручу я сейчас болтики наверное чуть-чуть туда болтик подкручу сейчас подкручу холостый больше пятену открутил больше топлива на холостому так и и еще чуть-чуть наверно да так и на высоких трохи наверно ну короче на высокий не буду начало на холостом бо газу даешь вольба вольба хватает хватает ну тут там ну короче надо разбираться всем по факту так кришка что с крышкой не так не понял садись так сейчас сейчас а стягу надо нажать вклад так не хочет так спереди не тіло все раз и все отлично подняли тапер стягу и за что короче китайская фигня все расхлебане будем пробовать как она пыляет так сейчас сейчас наверно трохи подкрутил болтики подтяну холостый побольше и выкрутил трохи на холостом чтобы хватало со старта побольше топлива ну то для начала пробуем а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok